Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex на 07 И сегодня я хотел бы пригласить вас на обзор новой карты в мире Старкрафт 2 Legacy of the Void Добро пожаловать в потерянный рай! Совсем недавно на сайте teamliquid.net объявили уже 8 конкурс Team Liquid Map Contest Суть этого конкурса заключается в том, что многие любители Старкрафта предлагают свое видение карт для соревновательного 1 на 1 режима И после того, как организаторы конкурса принимают огромное количество заявок, отбирается серия лучших карт После чего профессиональные игроки приступают к тестированию выбранных карт для того, чтобы определиться, какие из них войдут в мопол соревновательного режима А может быть и нашего с вами ладдера Мы решили посмотреть в таком интересном шоу формате на одну из наиболее оригинальных карт Которые стали победителями Team Liquid Map Contest номер 8 Эта карта называется, как мы уже сказали, потерянный рай И именно здесь встретятся весьма и весьма интересные дуэли Российский протос Кугуар, появившийся в правом нижнем, можно сказать, углу этой карты И слева сверху у нас появился Хейтс Тот самый мехтерен, которого очень хорошо должны были запомнить зрители нашего одесского лана Но Кугуара, я думаю, вообще представлять и близко не стоит Чем же интересна эта замечательная карта, помимо вот такой вот пляжной роскоши Которую можно найти где-то в правом верхнем и левом нижнем углу Эта карта интересна тем, что происходит в других углах Как раз таки в левом верхнем и правом нижнем Обратите внимание на островные локации Да, вот это самый настоящий остров Как и положено, в принципе, по статусу ему находиться На карте, которая называется Потерянный рай Ну какой же рай без острова, господа? Поэтому, разумеется, здесь есть остров и непростой Дело в том, что вот эти странные сооружения Не дают возможности воздушным юнитам пересекать эту стену И оказываться на острове Таким образом попасть на остров можно только отсюда Со стороны мейна, со стороны главной базы Если в остальном мы видим действительно стандартную карту Вот здесь мейн, вот здесь натурал Вот здесь вроде бы можно поставить пилон от запрыгивающего рипера То в плане островов эта карта очень и очень неординарная Рядом с первым островом есть второй А рядом со вторым есть еще и третий Все они идут подряд друг рядом с другом И на самом деле наблюдать за этим занятием островов За процессом экономической экспансии игроков Будет весьма и весьма интересно При этом действительно между островами Вы видите вот такие вот преграды Эти синие полосы являются преградами Через них воздушные юниты пролететь не могут Сверху где-то пролететь они также не могут Поэтому могут пролетать только снизу Но есть один любопытный нюанс Это, знакомьтесь, Sky Gate Небесные врата Которые в принципе работают точно так же Как и разрушаемые камни в мире второго Старкрафта Их можно уничтожить И тогда ваши воздушные юниты смогут проникать На остров со стороны центра карты А здесь посмотрите на такой небольшой туннель В случае если рабочие смогут проесть минералы Которые расположены в этом туннеле Между локациями появляется маленький наземный проходик Через который можно переводить рабов Я думаю, что это весьма и весьма интересная механика С учетом того, что в принципе Главная проблема многих островов в мире второго Старкрафта Заключается в том, что на них сложно переводить рабов И между островами так же сложно переводить рабов Здесь, я уверен, такой проблемы быть не должно В общем, посмотрим, как острова себя проявят И помимо островов здесь есть на что посмотреть Но для начала мы видим довольно стандартную атаку Стартовыми двумя адептами При этом одновременно делается оракул И Кугуар таким образом открылся через Старгейт Форжу и он даже ставит фотонки в минеральной линии Для того, чтобы его не развлекали какие-то дропы Какой-то харас Сочет, Хейт сканит, видит и Старгейт, и фотонную пушку Он спрятал минку у себя на мейне Ну а здесь на натурале он просто морпехами встречает адепта Минус первый адепт, здесь второго пытается зафокусить автоматическая турель Но не удается это сделать Хейтсу не удается убить оракула и адепта автотурелью Соответственно сейчас Хейтс просто уводит всех рабов на мейн А тут совершенно внезапно была закопана еще одна минка Которая сработала на оракула и заставила оракула Кугуара капитулировать Тем не менее на охоту прилетает Феникс Его цель это Рейвен Рейвен легкий юнит, поэтому Феникс наносит по нему огромный урон И не успевает Хейтс отправить рабочих на вычинку Рейвена Таким образом остается без очень важного в начале игры юнита Вот так вот мы сделаем И какой-то очень странный хаткей нажал А я всего лишь хотел посмотреть какие юниты были потеряны Вот сравните табличку потерь Ко в начале игры разменялся намного выгоднее И теперь смотрите что происходит Фениксы не могут проникнуть сквозь этот Скайгейт И им приходится эти звездные врата атаковать Собственно не звездные небесные конечно врата Именно этим и занимаются сейчас Фениксы Уничтожают небесные врата для того чтобы у Протуса появился Какой-то дополнительный проход на Терновские острова Сам Кугуар впрочем пока свои острова не спешит занимать У него здесь стандартная третья база Как мы видим она находится совсем недалеко от второй Поэтому карта в целом позволяет играть и в абсолютно стандартном стиле с точки зрения занятия локаций Что касается Терна то он все таки построил еще одного Рейвена Вот он уже потерял одного но решил построить двух дополнительных И дальше мы видим очень интересный формат игры Это будет воздушный Терен на воздушной карте с воздушными вратами Будет у нас и Скай Терен почему бы и нет Заказываются Банши делается апгрейд на скорость Наверняка на невидимость точнее Но наверняка будет заказан апгрейд и на скорость Баншам Также делаются Викинги с Астропорта на реакторе Ну и как раз Терен уже благополучно успел занять первый остров Опять-таки откуда-то отсюда к нему прилетят Ниф Не смогут прилететь ни Фениксы, ни Призма В общем-то единственный способ проникнуть на эту локацию Это как-то пролететь через Мейн Кугуар опять же очень напряженно и дотошно разбивает эти камни У них между прочим 3 единицы армора Поэтому они довольно долго живут под залпами Фениксов Здесь видите знак Пролет запрещен Но сейчас с этим знаком Коу разберется И теперь посмотрите что вытворяет этот протас Кугуар прилетел Варпризмой и пробкой На другую часть карты На другую, Карл Ради того, чтобы поставить здесь Прокси Нексус Ну вот как-то Ну вот что ты с ним будешь делать Ужас какой-то, господа Ужас, кошмар и безобразие Хейтс в это время тихо и мирно занимает свою локацию Но вот Кугуар решил поставить именно чужую базу Здесь в центре карты небольшой экшен Где-то взрываются минки Где-то Феникс и перехватывает юнитов Терна Но все это мелочи жизни по сравнению с тем, что как раз на островах происходит Варпризма раскрывается Вот в нее только что взорвалась минка Ну и мина Варпризму не убивает Но довольно серьезно пробивает Поэтому дальше Рейвен при помощи автотурели очень просто разобрались с этим Харасом И Терн сейчас очень комфортно себя чувствует Качая сразу три базы, сидя на острове И наверняка предполагая, что у соперника тоже три Но опять-таки о самой секретной локации Кугуара Которая расположена вот здесь На 12 часах Хейтс не знает абсолютно ничего Зато у Терна уже пять старпортов Вовсю строятся баньши и викинги Коу там потихоньку разбирается с какими-то минами в центре карты Дома Кугуар выходит в такой, наверное, самый мощный протасовский состав армии Который только можно придумать Здесь у него добавляется 2-3 сторги Делается флитбикон и готов апгрейд на шторм А рабочих только что Кугуар телепортировал себе на островную базу Видите, даже если рабочие не могут проникнуть по земле Так как это действительно лишь воздушные ворота Небесные, воздушные, какие угодно Очень красиво, кстати, горят эти стены Но суть в том, что наземные юниты пройти здесь все равно не могут Поэтому Коу использует вот такой вот прием телепортации В это же время теран занимается тем, что очистил себе плацдарм для выхода на следующую базу Заказал уже второй апгрейд на атаку в воздуху И вообще активно продолжает как раз свой воздушный лимит строить Скан несколько вхолостую Тут видны два роботикса, но Кугуар фактически не строит юнитов из роботикса У него есть одна варпризма, при помощи которой занимается уже энная островная база Видите, да, как халявит Кугуар? Сколько у него локаций всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть И сейчас будет седьмая Вот так вот Коу качает ресурсы на карте При этом Хейтс по сути знает только о двух, если наверняка Ну, может быть догадывается о еще каких-то двух Но его ничего не волнует, ничего не интересует Он просто ставит свою четвертую и готовится к производству батлкрузеров Наверняка именно ради них ставится Fusion Core И мы помним по одесскому лану В котором Хейтс показал просто шикарное ТВП против Хеллрейзера Что батлкрузеры против карьеров работают очень здорово Если вы не видели те поединки Обязательно зайдите на канал StarCraft 2 StarLadder И там, я думаю, вы увидите Сможете найти этот поединок очень легко И увидите просто шикарное ТВП Здесь Хейтс совершенно внезапно узнал, что оказывается у Кугуар Уже есть база Просканил эту локацию, просканил эту локацию Увидел, что Коу так весьма неравномерно развивается в экономическом плане И решил, что пора с этим что-то делать Но, как я вам уже говорил Здесь проезд, пролет, проход и все остальное запрещены Поэтому приходится лететь по кругу Вот через такое шикарное ручье, где наверняка живут какие-то местные космические крокодилы И дальше эта терновская армада готовится к тому, чтобы дать бой Но останавливает ее штормы Разворачивается Хейтс, сканит, видит карьеров Понимает, что ему придется сражаться с самыми грозными протсовскими войсками Которых только можно найти в Старкрафтерской вселенной И дальше Хейтс прилетает на одну из островных баз Кугуара При этом на самую удаленную, что характерно ни об этой базе, ни потенциально этой базе Хейтс ничего не знает, но он точно знал, что есть этот Нексус Предпочел прилететь именно сюда В это время у Кугуара, посмотрите, какая оборона готова на его удаленной островной базе Два Темплера, семь фотонок Туда так просто не подступиться Точно так же не подступиться и на мейн Здесь Темплеры со своими штормами и фидбэками Очень быстро заставляют Баньшей развернуться Ну и Хейтс, по-моему, уж больно усердствуется перемещением по муву Наверное, было бы здорово перемещаться основным войском все-таки через атаку Но Терну в этом плане, конечно, виднее Он возвращается домой Возвращается ради того, чтобы занимать свою очередную локацию Уже пятую на этой карте Посмотрите, как много вообще баз на этом потерянном раю Можно здесь занимать локации внизу Можно как-то экспандиться в сторону центра К тому же тут очень симпатичная есть база С золотыми кристаллами Можно ставить базы на островах В общем, вариантов вагоны маленькая тележка Фениксы довольно жестко огребают от воздушного терна Очень быстро Кугуар был вынужден развернуться Но мы помним, что у Коу дома готова бригада Да, та самая бригада, которая ту-ду-ду-ду-ду-дум Ту-ду-ду-ду-ду-ду-дум И она готовится выдвигаться В сторону терновских войск И очень скоро мы узнаем, что же есть у Хейтса Против этих кэрреров Что он может им противопоставить Пока Кугуар пытается при помощи Феникса Отбить один из своих Нексусов Тем более, что здесь у него тоже были какие-то небольшие проблемы Но с этой бедой Кугуар справился Поэтому в итоге у него раз, два, три, четыре, пять баз И опять же перспективу в любой момент поставить шестую, восстановить седьмую Поэтому я не думаю, что он должен слишком сильно горевать из-за потери всех этих локаций Напоминаю, что здесь также можно в теории получить и наземный проход Но через этот наземный проход, боюсь, смогут пройти разве что рабочие Ну и какие-то совсем маленькие юниты вроде Зерлингов и Мариков Обратите внимание, насколько хорошо проработанная карта, насколько она детализирована Везде такие прикольные значки, да? Везде какие-то интересные элементы пейзажа Яхта вон какая-то Ну, не яхта, конечно, я не знаю, как этот шлюп назвать Но, в общем, что-то очень забавное и парусное Короче говоря, много всего интересного действительно на карте, которой можно просто любоваться Безотносительно того, что происходит в самой игре В самой игре тоже много всего веселого происходит с помощью Рейвена, его автотурелей и при поддержке Баншей Хейтс прилетел на локацию Коу справа сверху Пытается здесь уничтожить Нексус, но очень быстро возвращается Феникс и Протаса И последняя Банша выходит из невидимости из-за того, что у нее просто-напросто закончилась энергия Ну, а здесь Коу уже идет вперед своим основным войском, карьеры, темплеры Это действительно грозная армия, с которой тяжело справляться без Гастов Тяжело справляться без ЕМП Никакими Гастами, никакими ЕМП в армии Терна не пахнет Зато тут очень устойчивый запах батлкрузеров раздается Будет интересно посмотреть, на что же способны эти батлы Пушки Ямато у них пока нет Она только исследуется, поэтому, видимо, не готов давать бой своему сопернику Терен Зато вы посмотрите, что он делает Он телепортирует двух батлкрузеров в правый верхний угол И телепортирует четырех батлкрузеров на этот остров В это же время Кугуар идет в атаку Оба игрока понимают, что сейчас начинается экономический размен И действительно, если подумать, крейсерские войска Терна Очень здорово можно использовать именно на этой карте Благодаря их способности к телепортации Карта очень большая, много островов И на эти острова можно переходить, перелетать Именно с помощью этой способности батлкрузера Тем не менее, Хейтс даже без батлов, похоже, готов драться У него есть рейвены, либераторы, викинги Это довольно неплохое войско И сейчас полетела ракетка прямо в одного из темплеров Который пытается уйти и отделиться от всей протасовской массы У него это довольно здорово получается Поэтому большая часть керреров целы, целехоньки У Хейтса есть еще одна локация вот здесь У Хейтса есть уже два острова Поэтому он тоже не слишком нуждается в базах А здесь очень хороший получается взрыв По-моему, ракета вообще была брошена в апсервера Поэтому Коу не сумел разобраться, как же ему сплетить войска Коу находит орбиталку Причем орбиталку с фуллмана И это была довольно серьезная потеря для Терна И давайте посмотрим на ситуацию по экономике Буквально пару минут тому назад у Хейтса все было идеально Но сейчас впереди по экономике уже Кугуар Тем не менее Кугуар получает сейчас довольно жесткую ракету от Рейвенов Но зато у него уже невероятно мощное войско собирается 15 керриеров есть на карте Также появляются темпесты Есть несколько темплеров Но тут полетели ракеты и пушки Амата от батлкрузеров И начинается генеральное сражение В котором очень сложно определить, кто же побеждает Батлов по-прежнему невероятно много Подходят темплеры Влетают фидбэки в Рейвена Влетают штормы в батлкрузеров и викингов Батлкрузеры начинают фокусить керриеров одного за другим Керриеры и темпесты пытаются отступить Но посмотрите какой маневр предпринимает Терран Он просто телепортируется батлкрузерами в тыл войскам Протаса Не давая возможности тому отступить Заставляет его все-таки принять бой И добивая керриеров одного за другим С другой стороны сейчас уже и батлкрузеры очень сильно пробиты Остается 7 батлов И мы прекрасно понимаем, что эти 4 керриера будут вынуждены сейчас Как-то преследовать батлов, но без особых перспектив И само собой, что здесь вынужден Хейтс улетать Но керриеры как юниты менее мобильные Догнать их все равно не смогут Какова ситуация по экономике сейчас? Сейчас ситуация такова, что Кугуар довольно сильно впереди Примерно на 2000 ресурсов в минуту И это очень серьезное преимущество Коу может реализовать, например, с помощью темпестов Которые в целом лучше керриеров справляются С вот такими вот мощными воздушными войсками Так как у темпестов есть бонус по массивным юнитам Посмотрите, как неловко распределить батлкрузеры Часть слева, часть справа На этой карте, конечно, надо очень внимательно следить за своими войсками И иначе могут быть проблемы Но сейчас проблемы возникают у Кугуара Потому что с помощью пушек Ямато Хейтс очень красиво расправляется с воздухом соперника Здесь пушка Ямато в Архона входит Но Архона она не убивает Архон выживает на 50 щитах Ну и, разумеется, на своих традиционных 10 хитпоинтах Ну и крейсеры Хейтса сейчас уходят В Освояси просто телепортируются Или улетают просто так на остров Для того, чтобы здесь их вычинили рабочие Давайте проанализируем ситуацию по экономике сейчас У Кугуара по-прежнему очень много Нексусов Есть 55 пробок Есть свежая локация на золоте Вот это главный потенциальный капитал Коу И по-прежнему его экономика существенно лучше в этой игре Но, с другой стороны, у Терна тоже восстанавливается командный центр Здесь внизу У Терна по-прежнему есть неплохой продакшн Здесь даже парочка мины, которые стреляют по интерсепторам И, самое главное, у Терна есть два острова Которым так просто Кугуар подступиться не может При этом, если оценить размер армии Мы видим, что он примерно равный И, самое главное, по потерям Теран всю игру разменивался вровень с Протосом А против воздушного Протоса размениваться вровень Это, поверьте, дорогого стоит Собственно, Кугуар не дает локации оппонента заработать вот здесь Буквально при помощи нескольких зилотов Поэтому Хейтс не сможет добывать на локации слева внизу И именно поэтому, наверное, Хейтс решает дать очередное генеральное сражение Штормы викингов Пушки Ямато будут или нет Ну, часть пушек уже, безусловно, зашла И здесь батлы телепортируются прямо на поле боя Новый расстрел Темпестов При помощи пушек Ямато Действительно, двух пушек Ямато с головой достаточно Для того, чтобы Темпест был уничтожен К тому же тут есть викинги Мы видим, что армия Кугуара разваливается Мы видим, что по армии Кугуар начинает довольно сильно проседать И по потерянным ресурсам Теран по-прежнему идет вровень Более того, выходит в небольшой плюс Так что ситуация для Хейтса Внезапно становится очень даже перспективной на этой карте Несмотря на то, что он постоянно добывает меньше Ему удается очень эффективно реализовывать свое мощнейшее воздушное войско Прежде всего за счет пушек Ямато Но и викинги, безусловно, помогают И самое главное, конечно, Хейтс постоянно успевает спасать Телепортировать своих батлкрузеров Куда-нибудь на остров для того, чтобы их там вычинивать Но у Хейтса есть одна проблема Он не может перевести рабов слева острова на правый Несмотря на то, что здесь все минеральчики, как мы видим, уже собраны И рабочие могут проезжать По какой-то причине Хейтса ставил несколько рабов вот так вот на патруле Хотя они абсолютно спокойно могли бы уже добывать И выравнивать ситуацию по инкому Где, как мы видим, Теран находится в положении безнадежно отстающего А чем занимается сейчас Кугуар? Кугуар восстанавливает свое войско Вновь начинает строить керрера вместо темпестов Хейтс, в очередь, вновь занял одну из стандартных наземных баз Просто прилетел сюда одной из орбитальных станций Здесь также заново делается орбиталка Рядом с которой Хммммм Нечто очень интересное ползает Я даже не знаю, как это назвать Но, кажется, кто-то под этой коробкой все-таки есть Кто-то с десятью хитпоинтами Кто, к сожалению, мы не узнаем прямо сейчас Может быть, узнаем, если поиграем сами на этой карте И уничтожим коробку А пока мы видим, что готовится очередная встреча терновского и протасовского войска, спевает крейсер буквально через полкарты метнуть пушку Ямато, и у карьера после этого остается всего лишь 100 хитпоинтов. Действительно, 300 урона это очень серьезный бонус, который получает воздушная армия терна благодаря пушкам Ямато батлкрузеров, и поэтому оно того определенно стоит. Строить батлкрузеров, исследовать апгрейд на Ямато и вот таким образом воевать с протасом, это вполне реальный шанс победить воздушного Тоса и очередной карьер. Тоса только что был уничтожен благодаря замечательному применению пушек Ямато, Хейтс отступает куда-то, ай, как раз в сторону знака проезд, пролет и проход воспрещен, успевает бросить еще одну пушку Ямато и уходит телепортом. В это время в южной части карты викинги сумели разобраться с каким-то харасом-зилотами, и сейчас мы видим, что у Хейтса налаживается здесь добыча. Какой-то харас с зилотами Кугуара здесь тоже не спасет, если он хочет воспрепятствовать добыче соперника на этой локации, то Кугуару нужно лететь туда всем своим основным войском, у которого, кстати говоря, уже все максимальные апгрейды. Три на атаку, три на армор, три на щиты. У терна три-два на воздух, третий апгрейд на армор даже не заказан, видимо, в какой-то момент просто не хватило денег. Ну а здесь в очень неловком положении находятся интерсепторы, как вы можете заметить. И на самом деле эта картина выглядит очень странно, но каррер все равно наносит урон. И вот эти бешеные интерсепторы все-таки летают достаточно хорошо для того, чтобы пробивать камни. Впрочем, сюда же прилетает Хейтс, и его интересует возможность похорасить эту локацию Протаса. Конечно, сам Хейтс не может занять базу на одном из своих островов, но для того, чтобы справиться с задачей занятия этой базы, он телепортируется сюда батлкрузером и успевает уничтожить пушкой Ямато в Варпризму. Просто блестящее использование крейсеров раз за разом мы видим от Хейтса. Но проблема Хейтса сейчас заключается в том, что просто по армии сапплай он довольно сильно проигрывает сопернику. Разумеется, все это время, вот видите, практически последние 10 минут Коу стабильны впереди по экономике и, как следствие, также стабильны впереди по размеру своего войска. Правда, у Коу не очень хорошо получается Харас в Варпризму, и он за игру уже 4 Варпризмы отдал и по-прежнему находится позади в табличке потерянных ресурсов. Но именно экономическое превосходство позволяет Коу диктовать свои условия в этой игре. 7 карьеров и 4 Tempesta полетели выбивать потенциальную локацию Терна в центре карты, но здесь ничего нет, точно так же ничего нет на таком полуостровном золоте. И начинается очередное генеральное сражение, в котором у Хейтс остается уже довольно мало крейсеров, всего 6. И пушки Ямато тоже не бесконечные, а вот урон от Tempesta и карьеров очень высок. Тем не менее, очень перспективная ракета сейчас может вылететь, но вылетает она во многом вархонов, и Терен вынужден отступить и перегруппироваться. Там еще и фидбэки влетали в рейвенов, и вы видите, рейвены очень сильно пробиты, крейсеры очень сильно пробиты, викинги просто были уничтожены. Поэтому в этом сражении, по-моему, впервые за долгое время победил Кугуар, хотя, опять-таки, чисто по деньгам Терен разменялся довольно здорово. Но Кугуар получает время для того, чтобы немного соперника похарасить вот здесь вот в нижнем углу, для того, чтобы прийти сюда просто всем войском и забрать этого батлкрузера, так как у него уже нет возможности телепортироваться. Забрать орбитальную станцию и те один из рабов, которые здесь добывали. Только-только Хейтс был и вышел вперед по инкам, но мы видим, что теряя эту локацию и находясь очень сильно позади по войску, бросив скан вот на эту базу, убедившись, что у Кугуара все просто великолепно по экономике, Хейтс принял решение сдаться. Что ж, вот такая вот замечательная карта Paradise Lost с несколькими островами, с очень красивым проработанным рельефом. Просто, не знаю, у меня возникает ощущение, что этой картой можно вечно любоваться, просто вот так вот перемещаясь по ней камеры, находя все новые и новые интересные уникальные детали, за которые может зацепиться глаз. И самое главное, с очень оригинальной концепцией, с очень неординарным геймплеем, который можно демонстрировать благодаря наличию островов, благодаря наличию возможности развиваться как в стандартном наземном, так и в нетрадиционном воздушном формате. Все это, как по мне, делает карту Потерянный рай одним из главных кандидатов на то, чтобы оказаться в мапуле следующего ладдерного сезона. По крайней мере, эта карта точно завоевывает мой приз зрительских симпатий в Team Liquid Contest номер 8. Спасибо всем, что смотрели, это был Потерянный рай. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и до встречи в новых видео из мира StarCraft 2 Legacy of the Void. Всем пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok